Это одна из моих любимых работ по Китаю, и она связана с одной историей интересной. Мы вместе с Ксюшей, с моей женой, еще ряд художников, вышли из джунглей на такое старое русло высохшей реки. И вот выйдя туда, вдруг наткнулись на стадо буйволов, в общем-то диких практически. Там не совсем понятно, дикие они не дикие, но в общем, буйволы, звери какие-то, которые тоже вышли из джунглей. И вот это стадо его охранял большой буйвол, глава этого стада. А поскольку интересная такая экзотика, то все кинулись фотографировать, но все издалека, а мне показалось, что нужно подойти близко. Я с камерой направился на это стадо, туда близко фотографировать. В общем, этот буйвол увидел угрозу для стада, значит, отделился и пошел ко мне. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, и уже опустил голову со своими рогами мощнейшими. И тут я понимаю, что он уже достаточно близко, а убежать мне невозможно, потому что это русло, оно все в камнях. И бежать там в каких-то сандалиях по этим камням невозможно быстро. То есть убежать невозможно от этого буйвола. Единственный выход был, это пойти на этого буйвола, в общем, бодаться. То есть что я и сделал. То есть мы друг на друга, то есть где-то в метре, то есть это было такое внутреннее какое-то движение. То есть я понимал, что пугаться нельзя, адреналин животное провоцирует. И надо как бы своей такой мощью и яростью какой-то его задавить просто. Вот что и получилось. То есть буйвол в метре от меня свернул в сторону, ушел за стадо и спрятался там. Вот это была история. Вот чему свидетель Ксения и еще люди. Причем Ксюша снимала все это дело, но снимала до тех пор, пока там уже совсем близко. Когда уже стенка на стенку. Да, когда уже стенка на стенку случилась, то она только стала кричать, больше не надо, больше надо бежать. Потом кадры какие-то там просто убегающие на эти камни, камни, камни. Вот самое главное, она, конечно, не сняла эту победу, к сожалению, такое. Но, в общем, люди видели. Вот, и после этого, конечно, прониклись ко мне уважением. Все это уважали. Вот так, вот такая история. А потом, конечно, на меня впечатление произвело и само место, и очень интересные и эти буйволы, и, конечно, вся эта история. И вот с тех пор я написал несколько работ с буйволами. Вот одна из них, которая, пожалуй, самая моя любимая.